МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый вопрос. Если бы еще какое-то время назад, это был бы вопрос о кадровых изменениях в правительстве, но так происходит, что уже на первый план вышла Украина. Несмотря на то, что даже не у нас в республике, и вы, вернувшись из долгосрочной командировки в Москву, первым делом подняли вот этот вопрос о помощи. Но я так понимаю, что речь идет о помощи материальной. Вы считаете, такие меры необходимы? И какие еще меры помощи может оказать Хакасия, может быть, если те граждане пожелают сюда приехать? Ну, вопрос, наверное, действительно самый острый. Мы все практически уже и засыпаем, и просыпаемся в смысле о братском нам Украине или о братском нам народе. И здесь, наверное, не только вопрос политики, здесь вопрос и милосердие. Как, знаете, как у человека можно оторвать что-то родное? И, конечно, реакция населения, и не только Хакасии, а мне, конечно, порадовало, что республика, ну, тоже вся кипит, вся в эмоциях. Я считаю, здоровые эмоции, здоровые эмоции или здоровые эмоции нации, это не то, что, и не только геополитика. Хотя это тоже, но мы должны понимать, да, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин делает, ну, на мой взгляд, а мы видим весь средств нашей общественности, верные шаги. И, конечно, нужна поддержка. Я, как командир более низкого ранга, тоже всегда понимаю, с тобой ли общественность, с тобой ли население, правильно ты ведешь, да? То, что касается помощи, ну, как мне помочь? Я даже, наверное, здесь не надо даже выдумывать частности, чем помогать, как помогать. Родственники смогут принять, ну, возможно, кто-то захочет. Мы, республика вообще готова будет? Я не знаю, какое-то количество будет людей сюда, желающих приехать вдруг, и в том числе из западных регионов. Слушай, знаешь, мы бы были рады. Братские, ну, почему бы не принять? Я считаю, в эти минуты нужно как раз и проявлять, ну, еще раз повторюсь, вот это милосердие. На этих примерах растут наши дети. Кого мы воспитаем, если мы будем всегда прагматичны? Нам есть куда принимать, нам есть где принимать. Естественно, я больше чем уверен, мы еще больше откликнемся, в каком формате и поможем разного рода переселениям и подъемные дадим, если это будет на то желание. Но сейчас уже помощь пошла, какая-то материальная, нет, есть информация? Да, на счет уже начало перечисление денег. Мы также готовимся, но вот то, что мы приняли решение, у нас выезжает группа наших работников культуры. Я считаю, это гораздо дороже будет на сегодняшний день, чем деньги. Такая форма поддержки, приехать в сложной ситуации, поддержать, дать слова, сделать слова оценки там. Ну и два дня побыть с крымчанами вместе, пообщаться, показать нашу культуру. А я думаю, что вот этих там 16 человек у нас поехало. Вот эти 16 человек и будут показывать все наше видение. Приедут сюда, расскажут. Да. Закончим эту тему на одной еще волне. Я думаю, тут всем важно, у кого какой лидер в стране. У нас вот был период, не так уж давно, мы переживали болот, но еще мои моменты. У нас в республике некоторые пытались рассказать, что они видят нашу страну в другом свете, в другом формате. Это вот из той серии, когда лидер слабый, гибнут люди. Мы должны вот этим дорожить, должны понимать, насколько мы живем, насколько мы в другой стране уже живем. И действительно, у нас есть гражданское общество, есть демократические процессы, но должна быть и воля руководителя. Чем обернулась на Украине или в Украине проблема слабого руководителя? Трагедия гибелью детей, я имею в виду молодых людей, сейчас будут пенсии, социалка упадет. Это еще только начало трагедии большой страны. И вот в таких моментах, я думаю, вот наш бы лидер совсем себя по-другому повел. Он бы пожертвовал собой. Мы здесь видим обратные процессы. Нам, россиянам, нужно всегда в какой-то мере, не то, что там боготворить, благодарить, но помнить, что мы живем сильным руководителем, сильной властью. И иногда, ну хотя бы иногда не плевать в этот колодец, который называется власть. Виктор Михайлович, спасибо. Вот возвращаясь к вопросам власти. Вот в правительстве произошли изменения, которые многих просто ошеломили. Потому что это было и внезапно, и неожиданно, вроде ключевые фигуры. Вот это все-таки ротация, она запланированная была? Или это произошло в силу каких-то обстоятельств? Ну я могу так сказать, что, конечно, запланированная. Я давно держал в голове, и Юрий Анатольевич знал о том, что рано или поздно этот вопрос будет решен. Именно так должно было быть разделение первого заместителя главы республики и министра финансов. Потому что первый заместитель больше должен реагировать на экономику, на развитие, на старт. А министр финансов должен быть таким жестким, практически непробиваемым руководителем, который экономит, смотрит, дисциплинирует все остальное, все остальные части экономики республики. Это нормальное явление. Но если так пример привести, это просто представитель правительства и министр финансов. Это разных два человека должно быть. Один стимулирует, второй сдерживает. А вот в этой вот формуле, то есть вы сейчас на сессию Верховного Совета будете выносить кандидатуру, предложите первого заместителя Юрия Анатольевича Лапшина. То есть здесь будет по принципу вы руководитель, у вас первый заместитель. По принципу президент, премьер-министр или как вот это вот? Ну принцип тот же, просто я не считаю это правильным, что нам нужно поделить составляющие политических глава республики отдельно, председатель правительства отдельно. У нас не такой большой регион, чтобы еще надувать, извините за выражение, вот эти щеки и говорить. Политически да, правильно. Глава республики всегда может откреститься от каких-то экономических процессов, которые не очень гладко шли. Потому что отвечает за это председатель правительства. Ну я не считаю это нужным, потому что я в ручном режиме могу дотянуться до любого нашего муниципального образования, посмотреть или любое экономическое преобразование, которое происходит. Пока хватает и не считаю нужным, чтобы делить эти полномочия. Ну а первый зам все равно должен все курировать. Потому что я часто в командировках, я больше где-то задействован на политических вопросах. Конечно, экономикой кто-то должен каждый день в ручном режиме заниматься, это роль первого зама. Ну то, что второй вопрос, то, что касается Никона Анаслава Анатольевича, человек получил предложение с переходом на другое место работы. Поверьте, хорошее. Здесь нормальное явление, ничего такого нет, что там кто-то кого-то снимал или унижал, или еще что. Нет, я очень благодарен ему за работу, он действительно очень много сделал для республики. Очень много, поверьте, я это знаю. Наверное, не все его любили, так как у него роль была маленькая... Такая должность. Да, такая должность, которая не стимулирует к любви. Это человек, который боролся за порядок республики, за дисциплину ее, за стабильность. Ну, вот так где-то. Виктор Михайлович, Вы с начала этого года в столице провели в Москве немало времени, и в том числе переговоры были и на федеральном уровне, и с руководителями частных компаний. Вот в результате одной из них у Хакасии появился новый экономический партнер, компания «Роснефть». Вот какие перспективы открывает, и что это даст, ну, не знаю, рядовым потребителям, например, даже в части снижения, может быть, розничных цен на продукцию компании? Ну, с этим очень нужно работать, очень много. Вопрос действительно очень интересный и важный, особенно для республики. «Роснефть» подписала всего лишь с несколькими регионами соглашение. Это самый крупный налогоплательщик России, практически на сегодняшний день, по 2014 году, это 30% всего бюджета Российской Федерации будет формировать «Роснефть». Представляете, триллионы. Ну, естественно, нам быть рядом с сильным партнером очень интересно. Мы дружить будем со слабыми, но желательно дружить с сильными. Конечно, открываются перспективы, мы их знаем, есть конкретные точки роста. Естественно, это я бы очень хотел, и это уже решается, в соглашении прописано это. Большое внимание к нашему аэропорту, к заправочному комплексу, потому что мы растем, и Игорь Иванович дал добро на то, что они зайдут, полностью возьмут на себя этот актив. Естественно, это снижение цен на топливо, значит, снижение цен на билеты, а это не только билеты, это еще и грузовики, которые к нам пойдут, грузовые компании начнут работать. То есть, отсюда загрузка аэропорта, отсюда вся экономика и жизнь наша. Но это не только это, мы говорим и о развитии нашей минерально-сырьевой базы. В республике Хакасия мы очень интересны им. Мы договорились, что очень активно, 2014 год, работаем на геологоразведке. В республике не только нефтегаз, мы работаем и по вопросу наших металлургических предприятий, потому что Роснефть главный потребитель металла, надо помнить об этом, они только в Карском море готовы будут строить 34 вышки, платформы. Представляете, что такое платформы? А это больше ста платформ, потому что там идут сопутствующие наливные платформы, терминалы платформы. Это очень много металла надо будет. И нам, я считаю так, сам Господь, Бог велел, встать рядом, родить в этом процессе свою настоящую металлургию, черную. А отсюда еще сателлиты, которые встанут. Это дополнительные вопросы по изготовлению разного рода оборудования. Это сырьевая база, щебень наш, очень много вопросов. Это питание, только на северах 300 тысяч будет задействовано людей, их надо кормить. А значит, здесь можно делать, развивать сельское хозяйство и переработку готовую с понятными инвесторами. Самое главное, кто же будет инвестором. Вот нам важно, чтобы этим инвестором стала Роснефть. К этой компании не надо понимать буквально, что они только добывают нефть. У них очень много социальных проектов, или социально направленных, в то же время и сельское хозяйство. Я думаю, что мы построим и спортивные сооружения, и дома культуры. Ну, во всяком случае, за кулисами у нас такой разговор с Игорем Ивановичем. Виктор Михайлович, вот Мундебаш на этой неделе прозвучал, что там началась обогащение, да, переработка. Туда начали возить руду. Но вот, тем не менее, вот это возрождение предприятий в Абазе и Вершинитье, и у этих инициатив, я не знаю, знаете вы или нет, может слышали, может нет, немало скептиков. И один из доводов, что, ну уж если такой гигант, как Евросруда, не смог обеспечить светлое будущее этим предприятиям, то что может дефицитный республиканский бюджет, если это бюджетное предприятие? Это абсолютно не бюджетное предприятие, это предприятие есть инвестор, мы всего лишь встали рядом с этим предприятием, потому что нам очень важно иметь с этих двух предприятий, как вы сказали, хороший бюджет. Бюджет складывается не только из налоговых отчислений их предприятия, а еще из той атмосферы, где проживают наши люди. Нам иногда выгоднее, даже бы было выгодно субсидировать это производство, только чтобы оно работало. Потому что у нас там более двух тысяч работающих, с семьями более 15 тысяч, а города 25 тысяч. Два города, поселок Вершинатёи. На плечи республики легло бы такое бремя, мы бы просто все наши проекты, которые сейчас реализуем, свели к нолю и отдали бы все деньги, чтобы сохранить какую-то стабильность в этих двух поселках. Ну а что такое Мундебаш? Мундебаш. Мундебаш. Но это дополнительное производство, которое нам будет, вернее, будет давать дополнительную прибыль. Есть Абагурская фабрика, которая Евраз закрыл, вернее, оставил себе в работу, но с учетом чего оставил? Год-два, и они решили прирасти по руде в Кемеровской области, а у нас закрыть. Рудодобывающие предприятия, и этот Абагур как раз бы только обслуживал Шерегешский рудник и еще там один. Нам это не надо было. Мы вышли с предложением, отдайте на фабрику Мундебаш, которую они закрыли. Она была законсервирована и не работал весь зимний период. Я вышел с предложением к Аману Гумировичу. Аман Гумирович, конечно, поддержал это предложение. У него там тоже под 400 человек работающих, целый поселок, тоже городообразующее предприятие. Все сомневались, да, скептики были. Эти сохранить предприятия. Их надо модернизировать наше, уже на Абазу на 300 миллионов покупается оборудование новое. Теоя, якобы там запасов нет, надо забывать. Ну, это была часть такая, знаете, политика, но убаюкивающая, успокаивающая нас, что безысходность, готовьтесь, предприятий не будет, с поселками со своими что-то начинайте делать. Ну, мы выбрали другой путь, нам нужно развиваться. Мы смотрим дальше. Нам нужно вот на этот период Мондыбаш, где нам даст дополнительную прибыль, плюс сохранение наших объемов, которые мы будем добывать на Абазе и Теои. И за короткий срок, за 2-3 года с новым партнером построить еще свою богательную фабрику, новый металлургический завод. То есть, вот когда примерно они могут, ну, скажем так, полноценно работать, на ноги, что ли, встать хотя бы, чтобы уже уверенно, по крайней мере? Ну, я не знаю, вы пообщайтесь с людьми. У меня, я информацию чуть ли не каждый день имею об этих предприятиях. Мы стабильны. Мы выполняем план. Мы выполняем соглашение с Евразом по добыче руды. А Мондыбаш, я считаю, за апрель-май выйдет на проектную мощность. Мы 100% своей руды будем там обогащать. И, естественно, кто будет работать без прибыли? Ну, мы надеемся на прибыль. И это действительно мы будем строить у себя металлургический завод, а потом переработку уже здесь, в республике? Алексей, ну, все же опять зависит от чего. Насколько у нас будет желание. Вот я даже не говорю сейчас о средствах. Должна быть политическая воля. Сегодня работают уже с финнами и с немцами. По какому мы уже обсуждаем, какой завод строить будем. Мы уже не говорим, будем или нет. Мы уже обсуждаем технологию и обогащение, и металлургии. Мы говорим о площадке, мы говорим об экологии. И почему начинаем не с китайцами работать на эту тему, а с лучшими компаниями мира, а это немцы и финны. У них есть совместное такое производство. Не хочется тащить сюда грязь, нищету, которая на первом этапе даст какую-то номинальную прибыль, а потом будем собирать урожай, так называемый. Игорь Михайлович, немного прервемся на рекламу. Ее время в эфире 3 минуты и 15 секунд. А после рекламы продолжим. Это программа «Вести», «Хакасия», «События недели». И мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях глава республики «Хакасия» Виктор Зимин. Виктор Михайлович, вот еще один, как я понимаю, большой проект. Это вот недавно тоже прозвучавший по строительству военного городка или модернизации его, в том числе с социальными объектами. Вот это, ну там какой-то вообще большой, а просто огромный какой-то проект, в том числе со спортивным комплексом. Вот это что? Это будет, ну чьи юрисдикции? Муниципальная или там Министерство обороны, гарнизон, или это будет микрорайон какой-то городской? Не, ну конечно, это будет Министерство обороны. Министр лично сам побывал, увидел, в каком состоянии наша воинская часть, или воинские части. Это было год назад, тогда уже решение принял, что давайте проектируйтесь, смотрите, как и переооружение вести, и переоснащение, и замена вот этих старых всех хранилищ. Ну и, конечно, главное, что он обратил внимание, это в каких условиях живут солдаты. Столовая, казармы, в каких условиях служат офицеры. Поговорив, в том решении приняли, что он находится в городской черте, воинская часть, и сделать так, чтобы только занимались военнослужащие, там, спортзал, каток, бассейн, дом офицеров, конечно же, должны воспользоваться и жители столицы. Ну, проект и так сегодня устроен, что будет доступ к этим сооружениям. Все, что касается соцкульпыта, ну, естественно, в столовую никто в солдатскую ходить не будет. Есть генеральный план? Все, генеральный план утвержден. Выход есть прямо с улицы, можно заходить, выходить в спортсоружение, не попадая в воинскую часть. Да, очень большие деньги. Выделено, и это еще не все. Это не крайняя точка поставлена в рамках развития абаканского гарнизона, или тех частей, которые будут находиться в Хакасе, я дальше не буду озвучивать. Это не последние шаги. Я думаю, очень большое внимание будет уделено аэропорту нашему. Мы очень уникальны. Мы тоже с министром это обсуждали, эти вещи. Кстати, аэропорт, казалось, вообще невозможно спасти. Сейчас речь идет уже о том, что там будет какой-то... Не просто вы настаиваете на том, чтобы было какое-то оборудование, просто светосигнальное, которое бы позволяло самолетам просто приземляться. И не просто новое, а какое-то самое современное, которое аэропорт сделает всепогодным почти. Да, это правильный термин, Алексей, вы сказали, всепогодный. Я надеюсь, что мы успели в эту лодку сесть. Вот моя крайняя поездка в Москву. Я очень убедительно просил вице-премьера Дворковича, Аркадия Владимировича, решить этот вопрос. Сейчас уже есть поручение. Вот это оборудование позволит в любую погоду совершать взлет и посадку в республике, и что за этим стоит. Конечно же, в первую очередь, это настроение наших жителей и гостей в то же время. А те компании, которые бы хотели на нас, извините за выражение, зайти к нам, они видят тоже, новая ли полоса, какой аэровокзал, какое светосигнальное оборудование. А это грузовые компании. Через нас самый большой транзит идет. Через нас воздушное пространство, как на запад, так и на восток. И то, что касается особенно Китая, Индонезия, вот все эти вещи. Очень много международных перевозчиков. Это следующий шаг. Нам сейчас нужно сделать грузовой терминал. И к нам зайдет и Люфганзе. Сейчас уже заходят и идут разговоры. Волга-Днепр, грузовики. Это целое развитие, это рабочие места, это экономика региона. А что такое без аэропорта? Нас не будет. Мы никому неинтересны будем, даже сами себе. Я уже не говорю, что мы начали летать в Бангкок. Сейчас переговоры идут Турция-Египет. На Египет на летний период более актуально будет. Мы надеемся, что полетим. Вот готовимся на Иркутск, на Новосибирск летаем, на Красноярск тоже пробуемся. И в ближайшей перспективе Томск. Там очень важно нашим ребятам, студентам, чтобы этот рейс был для Томска. Я вот сейчас готовлюсь выехать в командировку в Томск. Мы еще раз там обговорим на совете губернаторов. Очень хочу, чтобы Хакасия попала в эти ряды. Или в эту цепочку. Потому что это субсидии еще от Федерации надо получить. После этого, чтобы билеты были подешевле. Но очень надеюсь, что это получится. Виктор Михайлович, я уточню по военному городку. В какой срок это будет, если вкратце, реализовано этот проект весь? Вот сейчас тот транш, который министр обороны Российской Федерации решил нам, ну это несколько миллиардов. Эту программу нужно выполнить за два года. Особенно социальные объекты, их нужно построить за два года. Всего за два года. Да. Вот еще, которые объекты у нас планируются, которые уже взяли на себя обязательства. Как республика выполняет обязательства? Смотрите, у нас и музейный комплекс, мы строим и больницу, корпус, и перинатальный центр. И все это глобальные объекты. А мы понимаем, что в России это маленькая нестабильная экономическая ситуация. В том числе она отражается и на нас, с нашими предприятиями. Тем не менее, это все надо выполнять. Вот как с этими проектами? Я, наверное, в другом аспекте отвечу. Вы знаете, очень важно, когда экономика региона слабеет, а мы 13-14 год планировали жить победнее, зная почему, да, у нас просело металл, угли, ценовая политика. Кризис сказался на республике очень остро. В этот период очень важно привлечь инвестиции. У нас это получилось. Мы на этих инвестициях начинаем стимулировать свою экономику. И то, что касается перинатальный центр, и то, что касается музея, и то, что касается терапевтического корпуса, и то, что касается, казалось бы, уже совсем неподъемно еще детскую республиканскую больницу построить. И у нас еще два. Есть две инициативы, которые мы выходим к федеральному центру. И то, что касается достроя, сейчас я встречу провел, чтобы нам помогли еще из федерации школы наши достроить три, ДК достроить два, ну, где-то девять объектов. Это очень важная работа, когда правительство вот этим занимается на стадии, когда идет экономический сбой. Не надо этого бояться, что, ой, кризис, давайте сожмемся и ужмемся. Ну, кризис надо как-то преодолевать, а то, что мы обязательства выполним по стройке, ну, это опять от нас зависит и от качества тех управленцев, которые работают в правительстве. И от глав муниципальных образований. Они не должны сидеть и думать, что это кто-то за них, что это должен делать. У всех должна быть инициатива, контроль, помощь, оперативно. Вы знаете, когда чиновник за руку ведет инвестора, или он так ждет, когда к нему придет этот инвестор, и начнет уговаривать, вот это мне дайте разрешение, вот это дайте. Вот здесь как раз зависит все от команды. То есть мы сроки сдвигать не будем их, строительство все по плану, как было, так и будет. Виктор Михайлович, время стремительно истекает. Вы вот человек не безразличный к культурным проектам, да, вот фестивальному развитию, национальной культуры. Вот каковы их перспективы в дальнейшем, а вот в этом году в Хакасии, ну, Черчаян, я имею в виду, мы проводим. В этом году выпала честь еще принять голос Евразии. Ну, это такой, я вот, если немного, небольшой экскурс, то это форум журналистов, режиссеров и операторов, призванный ознакомить зрителей разных регионов страны, самобытной культурой и историей народов России. Вот, с одной стороны, для нас это честь, с другой ответственностью. Третий фестиваль, были в Гурятии и Башкирии. Вот, Хакасия, как думаете, есть чем удивить? Я имею в виду и работами какими-то, и в том числе своим гостеприимством. Не, ну, во-первых, я хочу поблагодарить руководителя ГТРК в республике Хакасия. Вариса, молодец, что господин Добродеев принял решение. Он не просто так принял. Конечно же, Вариса Николаевна поработала и предложила республику провести в республике этот форум. Но они же тоже оценивали, а насколько республика готова, да? Ну, пять лет назад мы точно не готовы были проводить эти форумы, сделать, ну, такие презентации республики. Сегодня мы готовы. Ну, это, во-первых, опять же, инвестиционная привлекательность региона. У нас одна из лучших культур России. Я имею в виду как работников культуры. Мы три года уже представляем Россию в Каннах. Мы Россию представляли в прошлом году в Лондоне. Нам есть чем гордиться. У нас очень много талантливых работников культуры. То, что проведем его качественно, этот форум, я даже не сомневаюсь, подключимся, это очень важно. Это кажется, что мы там маленько потратим. Сколько мы преференций заработаем для себя. Ну, во-первых, узнаваемость региона – это одна из основ экономического развития. Виктор Михайлович, два небольших вопроса буквально. Вот новый сельскохозяйственный рынок. Вы были на прошлой неделе на нем. Открыли что-то для себя? И вообще, вот оправдал он ваши надежды? Или, может быть, есть какие-то шероховатости, которые еще нужно, может быть, чтобы усовершенствовать совсем его работу так, как в душе угодно? Ну, рынок, прежде всего, должен оправдать надежды наших граждан. Я очень хотел, чтобы этот рынок, и, поверьте, я добьюсь этого, и не только я, я не хотел бы тут часто, я, 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 я. Мы, правительство, Верховный Совет, которые приняли это решение, сделать все для того, чтобы наши жители городские увидели отдачу от сельского хозяйства. Именно от республиканского. И не только от сельского хозяйства, это и от переработчиков, и от много того, что сделано у нас в Хакасии. Пора видеть, оно должно быть видно в ценовой политике. Мы приняли этот шаг, мы не построили его за бюджетные деньги. Это кредит, рынок будет себя сам окупать. Но, вот есть те вещи, когда называется, что такое маленькое милосердие. Ну, почему? Не такие уж большие у нас пенсии у ветеранов. Но есть шанс на 500 рублей в день меньше потратить нашим людям при покупках. Мы это можем сделать. У нас же вот больницы невыгодно содержать, школы невыгодно содержать. Еще много чего невыгодно, да, социальная, так называется, среда. Рынок тоже должен на первых парах нести вот эту роль. Но то, что для себя открыл, ну, не все гладко. Не все еще гладко, но это первый старт, да и сезон такой еще. Весенний сезон, когда мы трезво понимаем, что у сельчан нет уже той продукции в избытке, еще что-то. Ну, может, и хорошо, что стартуем в тяжелое время. Задача одна. 10-15, как минимум процентов цены должны быть ниже. Культура выше, товары свежие. И именно самое главное, они должны быть от производителя. Я не буду вот так ездить постоянно с телевидением, когда меня ждут. Ну, я всего лишь хотел показать, что рынок, больше рекламу рынку дать, чем там, знаете, контрольное вести. Я знаю, когда готовятся, тебя подведут к тому прилавку, там, знают, что тебе ответить. Вопрос не в этом. Естественно, будут поездки. Я живу здесь, я сам заеду. Я люблю на рынок заезжать, там, кое-что прикупить. Мне нравится это. По тарифу на электроэнергию вы немало времени тоже уделяете этому вопросу. И она волнует, я думаю, что всех республики. Мы, я понимаю, имеем право, да, поскольку у нас каким-то образом забрали эти акции, которые у нас были. Сейчас той организации нет. Какие вообще перспективы с тем, что мы, имеем ли мы право иметь низкую электроэнергию здесь? Ну, права всегда мы имеем. Даже в Конституции они прописаны, очень многие. Но за них нужно бороться. За любые права отстаивать. За другие права мы отстаиваем через гражданское общество. Со многими вещами боремся. Здесь же вот все сделают для того, чтобы Хакасия всегда имела преференцию. Всегда? Да. Очень жесткая позиция наша. Я, буквально, сегодня перед встречей с вами, я разговаривал опять с Базием, с Олегом опять задачу поставил. Здесь встречался и с Дерипаской в Москве, и с министром энергетики, потому что все взаимосвязаны мы в этом цикле. Задача одна. Даже то, что мы сейчас боремся за преференции. Русал. Преференциями надо делиться будет. Эти преференции должны лечь, не лечь, а быть нацелены на граждан республики Хакасия и на бизнес. Поверьте, население мы защитим. Я сегодня могу ответственно сказать. Население мы защитим. Не будет никаких там великих колебаний в ценовой политике по электроэнергии. Сейчас уже задача другая. Это я вот тут ответственно заявляю, что население пусть не переживает. Никаких скачков по электроэнергии, по тарифам для жителей республики не будет. Вопрос о бизнесе республики. У нас не настолько есть преференция у бизнеса. Они должны ими пользоваться. Это тоже самое мы с вами. Платя дурные деньги, извините за выражение, за электроэнергию, мы теряем прибыль. Прибыль это наш бюджет, это наши школы, дороги, наши больницы. Задача одна. Преференции республика должна иметь на веки, пока работает СНСКГС. Мы все понимаем, что за этим стоит. Я эту позицию высказал на окраинном совещании у вице-премьера и министра. И там человек 20 сидел. Говорю, не надо, Хакасио, читать таким же регионам, как все остальные. Я уже молчу о трагедии, о том, что мы в зоне затопления. Я этим преференциям говорю, запишите нам и поставьте точку. Там боятся другого. Вот сейчас вся Россия возмутится, почему Хакаса можно, а другим нельзя. Не все в таких условиях живут. Мы 30% всей энергетики, гидроэнергетики даем стране. Мы имели реки, имели осетров и стерли, сейчас карасей гоняем по этим лужам. Виктор Михайлович, вот такой финальный вопрос. В полной ли мере вас удовлетворяет то, что о вас говорят, в частности о вас, и о работе правительства в СМИ? Я имею в виду объем и тот градус освещения информации. Вы знаете, я как-то не болел никогда этим. Может, поначалу первых два года очень остро реагировал, когда критиковали. Сейчас по-другому отношусь к тем вещам, когда вы, наверное, сами бываете свидетелем, когда после новостных блоков я на правительстве разбираю эти вопросы. Но, как правило, не меня критикуют лично. Критикуют 90% кого-то за мной, кто стоит. Я же должен реагировать на это. Тогда для чего мы в этой власти? Обижаться хотеть, щеки дуть, вы меня не трогаете, я великий. Вопрос в другом. Я не думаю, что... Ну, у нас пресса разумная, я смотрю, она адекватная. Если что-то и говорится, то говорится корректно, с намеком. Виктор Михайлович, обратите внимание, этот вопрос есть. И не отвечать, не реагировать, я считаю, что это, ну, во-первых, не по-партнерски. Мы все одинаковые. Просто я на этот период избран губернатором. Завтра, Алексей, встретимся через определенный период. Я бы очень хотел, чтобы мы не врагами встречались, да, а нормальными людьми, которые живем в одном регионе. И каждый на своем месте что-то сделал для региона. Земляками. Земляками. Это очень важно. Виктор Михайлович, спасибо вам за это интервью. Это был Виктор Михайлович Зимин и программа Вести, Хакасия, события недели. Всего доброго.